Всем добрый день, с вами я Александр Демидович. Сегодня 6 января 2019 года. Всех с Новым Годом! Сегодня я вам рассказываю вот о чем. Я увидел, что журналисты посчитали, что уже прошло 100 дней после Великой Сентябрьской революции, да, 2018 года. Смешно звучит, но факт есть факт. Что поменялось с сентября? Можно много об этом говорить, хорошего, плохого, что-то сделано, что-то не сделано, но для меня как бы как лакмусовая бумага есть видео, есть фото, есть факты. Факты говорят вот о чем. Ну вот, смотрите, я открываю сайт городского совета. Это официальный сайт, официальный документ. Я сейчас делаю видео, смотрите, что происходит. И вот я открываю сайт городского совета, захожу в раздел Миска Влада, раздел Депутаты. И вот есть такая функция информация по деятельности депутата. И вот я начинаю открывать по депутатам эту информацию. Я всех снял, всех 42. Чтобы вы потом, ну не вы, а кто-то там не начинал фантазировать, что я вру. Внизу даже так, если присмотреться, справа на мониторе можно увидеть дату, время, все как положено. И вот я начал анализировать и смотреть. Я уже однажды вам это рассказывал, я эту страничку точно так же открывал, но, к сожалению, реакция депутатского корпуса оказалась ноль. Что мы на сегодня видим? Вот после сентября изменения. В какую сторону? Как было, ребята, так и осталось. Скрывать не будем. Я вам скажу, что... Вот Саня Глазов, ну, кстати, один из первых, кто заполнил свою страничку, но, правда, она так и осталась. Три года уже люди депутатствуют. Некоторые из них, конечно, меньше. Четыре месяца, но большинство-то сидят на этих стульях добросовестно и давно. Но, чтобы вы не углублялись с пересчетами, я вам расскажу сейчас в цифрах. Видите, у некоторых нету даже функции, которая, ну, называется информация о деятельности депутата. Отсутствует функция у восьми депутатов. То есть они, ну вот, просто не функционируют. Функции нету, и все так и есть. У тридцати пяти депутатов из сорока двух вообще никакой информации нету. Вообще абсолютный ноль. То есть люди не работают. Тут Луценко Сергей... Нет, это не Луценко был, да. Вот Луценко, ну, тоже запомненное. То есть есть такие люди, еще раз, таких семь, кто хоть как-то чем-то где-то вроде бы как заполнил информацией. Ну вот что интересно, вот смотрите, вот кто опять? Андрей Всеволодович Матковский. Тишина. Но тем не менее он активно рассказывает что-то, где-то там борется, стучит кулаком, чего-то к чему-то стремится. Ну, мы видим, что из официальных источников тишина. Вот Светлана Нестуля. Это одна из самых заполненных страниц. То есть равных этой странице нету по заполнению. Но те, кто понимает, что происходит в полтавском политикуме, те, кто знает кто, где, что, как, зачем, почему, а лично поймут, почему именно эта страница заполнена. Заполнена она на совесть. Правда, начала заполняться не так и давно. Но я мониторю, наблюдаю. Этот депутат как бы показывает то, что депутат работает. Может быть. Будем верить официальному источнику. Ну, а дальше вот мы опять, мы видим, опять тишина, опять нету никаких данных и т.д. и т.п. И так все идет, идет, идет. Еще раз. Ну, вот депутат маленькую статейку какую-то выставил, что он работает в три года. Разве это работа? Вот интересно сейчас будет депутат Синчакович. Он даже в этом разделе для заполнения буквами написал свой округ. Ну, как выяснилось в публичной переписке, которую он потом почему-то или не он, не знаю, кто-то и уничтожил, было написано, что на этом округе за него никто не проголосовал. То есть, за него голосовали люди неизвестно где. Он вошел вот по спискам и говорит теперь о том, что он депутат. Правда, люди его там не знают. Это Сады-2. Ничего тут военного нет. Я скрывать не собираюсь. Я был на этом округе. Ну, вот и дальше опять-опять-опять мы видим... Вот здесь интересно. Вот депутат Шамота. Тишина. Ну, и вот депутат Ямщиков, один из первых, он заполнил свою страницу. Ну, как-то он... Ну, слабенько она заполняется. Ну, все равно он хотя бы, ну, что-то сделал там... Как бы там ни было, да, мы можем говорить сегодня о том, что он, ну, работает. Но этого мало. Сейчас я вам покажу еще одну сторону нашей с вами жизни или быстрее всего деятельности городского совета, Полтавского городского совета последних 100 дней. За которые, ну, в принципе, можно было бы что-то изменить и хотя бы, ну, публично, официально в каких-то источниках говорить о чем-то. Ну, кроме хамства отдельных депутатов, мы пока ничего не увидели. Уже доходит до бредового, что нас даже Конституции могут как бы попрекнуть, что мы ее пытаемся читать и понимать, что в Конституции написано. Но, тем не менее, это мне буквально недавно депутата городского совета такое. Ты иди Конституцию читай. Так, читаем, изучаем. И вот смотрим. Мы же округив. И вот что интересно. Здесь каждому депутату какой-то предначертан округ. И вот что интересно. Вот смотрите. И опять же, чтобы я не был лжецом. Пустой округ. Вот два пустых округа. Еще два пустых округа. Еще. Еще. Вот округ пустой. Чтобы вы понимали, это округа, на которых должны работать депутаты. В соответствии с Конституцией, каждому депутату очерчен округ, на котором, кстати, должны его выбирать, откуда он должен быть избран. Но вследствие наших каких-то странных законов, хотя в Конституции, опять же, этого не написано. В Конституции написано о прямом избирательном праве. То есть мы проголосовали большинством за такого-то человека, и этот человек должен быть нашим депутатом. Но этого нет. Это первое. И второе. Я вам показал, что на сегодняшний момент восемь округов Полтавы не накрыты. То есть следствие Сентябрьской революции 2018 года восемь округов были оголены. И за сто дней ни один депутат не додумался. Точнее, есть один депутат. Он сделал, как-то взял на себя ответственность за один округ. Но сейчас не об этом. Большинство из вновь прибывших депутатов боятся взять на себя ответственность за тот или иной округ. Может, они не боятся, не знаю. Но они добросовестно куда-то ходят, на какие-то комиссии, что-то решают, что-то говорят. Ну, скажем прямо, что избиратели к ним-то... А как к ним обращаться? Как к ним идти, если у них даже на официальной странице написано, что они что-то делают? Да не делают, похоже, они ничего, кроме самопиара. Но это их проблемы. Всем хорошего настроения, всем здоровья. С наступившим Новым Годом. Отличного настроения. Ну и не опускаем руки. Всем удачи. Продолжение следует...